Приветствую вас. Я думаю, что нам прежде всего нужно разобрать вообще ваш текст, всю вашу ситуацию, потому что пока к вам больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то, что я написали, вы вроде бы довольно все подробно. Итак, вы пишите, хочу получить помощь в решении своей проблемы. Если вы хотите получить помощь в решении своей проблемы, именно своей проблемы, то нужно постараться понять, где она, эта ваша проблема, находится, и какая она, эта самая ваша проблема. Потому что, из-за того, что вы написали, я никак не увидел, что конкретно является вашей проблемой, которую вы хотите решать. Дальше, расскажу о себе. Мне только 18 лет, встречаюсь с парнем год, и это мои первые серьезные отношения. В свою очередь, я хочу сделать все для него, сделать все идеально. Идеально не бывает. То есть, отношения вы по какой-то своей причине идеализируете, нужно понять, зачем. Так, в свою очередь, я хочу сделать все для него, все сделать для человека так же невозможно. Нужно понять, что именно вы хотите для него сделать, и зачем это вам. Он, как будто, не понимает меня. Он не то, чтобы не понимает вас, скорее всего, он просто не способен все принять, что вы готовы ему дать. Что-то ему не нужно, что-то его страшит, и так далее. Именно потому, что вы пытаетесь дать ему то, что не нужно, а не даете ему то, что ему нужно. Так? Вот. Можно сделать вывод о том, что в некоторой степени ваши отношения незрелые. Ну, недостаточно зрелые. Дальше. Может быть, с силой возраста, но все-таки, я думаю, что объяснение найдется. Человек просто еще не зрелый, но еще не застоявшая в своей личности, хотя непонятно, сколько ему лет. Ведь я хочу это сделать для себя. Что именно вы хотите сделать для себя, не очень понятно. Если вы хотите это сделать для себя, то при чем здесь молодой человек? Тогда вообще и откуда ссоры? В последнее время становится все хуже и хуже. Окей. Вы описываете ситуацию. В последний день мы часто ссоримся по мелочным пустякам. Например, механизм ссоры таков, что каждый вносит в нее, в ссору, свою лепту. Просто, чтобы вы понимали, что каждый человек, каждый человек, каждый человек вносит в ссору, вот каждый участник ссоры, можно так сказать, каждый участник ссоры, вносит в нее, в эту ссору, в свою лепту. В свою лепту. И вы вносите свою же лепту в ссору, в ссору, с человек. Важно понять, важно понять, какую именно лепту вносите вы в ссору с ним или в ссоры с ним, как угодно, как угодно считайте и называйте. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? То есть, еще раз, у того, что вы ссоритесь, есть причины. Нужно понять, что это за причины, по которым именно вы ссоритесь с своим молодым человеком. Не пытаться понять его в данном случае, не пытаться понять, почему он ссорится, а именно вы. Дальше. Так, все начало с того, что мы живем у меня. У меня квартира в городе, в котором учусь. Чей был выбор? В вашем жить у вас. Он тоже недавно снял квартиру. Зачем? Из 5 месяцев, что у него есть квартира, я была там раз в 5 или 6. Отмечу он снял квартиру, если он живет с вами, и зачем вам бывать в его квартире, что бы что. Он говорит, что не имеет смысла меня туда приглашать, раз всегда у меня. И это правда. Если вы выбрали так, что вы живете вместе. Если мужчина снял квартиру и вы оставили это без внимания, тут не пересмотрели условия и порядок вашего заместного проживания, то он абсолютно прав. Дальше. Но бывает, он уезжает туда по делам сделать что-то. Я не против. Понимаю, что у него дела. Ты такой, но для меня моя квартира это наша, а его это его. И это опять же, Оксана, ваш выбор. Это ваш выбор, что вы называете свою квартиру вашей, а не своей. Понимаете? Вопрос включается в том, что для вас значит ваша квартира. И что для вас значит своя. В теории, если вы сделали это свободно, то если для вас нет никаких проблем в том, чтобы так поступить. Я имею ввиду, если для вас не проблема считать квартиру вашей совместной, то она является и вашей личностью. Если же для вас проблема, то получается, что отношения выстраиваются уже по не совсем здоровому сценарию. Почему? Объясняю. Если вы человека любите и хотите жить с ним, то естественно, что ваша квартира становится вашей общей. Но от этого менее важная, она не станет, где же получается, что став вашей общей квартирой, своей она быть для вас перестала. Или стала, но в меньшей степени. Из-за чего вы переживаете негатив по поводу того, что у него есть своя жилплощадь, а именно свое личное пространство, а у вас его нет. Дальше. То есть, это все следствие вашего выбора. В любое время он может уехать туда, делать что-то и так далее. Ну, тут скорее, опять же, вот, да, недовольство, зависть, возможно. А я говорил ему, что ценю честные отношения. И четыре месяца, что я говорил, и ему, что мне так повезло задать, он доверяет мне. Опять же, вы цените честные отношения. Ну, во-первых, честность это очень тонкая история. Можно что-то говорить иногда, иногда что-то говорить нельзя. Если вы против курения, допустим, как вы пишете, и вы просто предлагаете человеку бросить курить, потому что он встречается с вами, это ультиматум. И, естественно, мужчина, находясь, так сказать, во власти романтических чувств к вам, он, скорее всего, действительно захочет это бросить. Но, он это сделал не потому что захотел сам бросить, а сделал это ради вас. Если он сделал это ради вас, то это означает, что его желание вернуться вновь, потому что это не было его собственным решением. И вам, приняв такое вот его обещание, или, действительно, такой поступок, что он больше курить не будет, то это было бы относиться к этому более скетично. Но у вас, опять же, в силу того, что вы хотите сделать все идеально, идеализированное представление об отношениях и о мужчине. То есть, вы идеализируете своего мужчину и обижаетесь, когда он не соответствует образу. Значит, не принимаете его таким, как он есть. Здесь очень важно понимать, что у идеализации есть свои причины, которые заключаются в ваших желаниях. И вот эти желания, в том числе, нужно исследовать. Дальше. Ээээ, так, ээээ, так, ээээ, так, так, так. Он обманывал меня на счет того, что купил себе колья, не категорически против курения, а вообще никотин. Опять же, откуда здесь категорическое непринятие, да? Если вы, вот знаете, вы вроде бы против, против курения, против никотина, но выбираете мужчину, который курит. Странно. Раньше он курил, но начал встречаться со мной бросил. Да, то есть бросил ради вас, что я говорил. Смотрите, вот вы против никотина выбираете себе такого человека, который курит. Это ведь не просто так. Не просто так. У этого есть свои причины. Я очень хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти причины. Очень бы хотел. Вот. Это важно. Важно это для вас. Вот. В первую очередь. Дальше. Дальше вы пишите следующее. То есть брал, он вам именно потому, вы пишите, да? Вот вы пишите, что значит, он обманывал меня, значит, того, что купил колье. Раньше он курил, значит, придёт бросил. Далее произошла, вы пишите, ссоры огромные. Про ссоры я уже сказал. Он сказал, что не чувствует себя мужчиной, не уверен в себя. Потому что вы пытаетесь его переделать и вы пытаетесь сделать из него идеального. А я прощу от него именно этого. Можете, вот именно, вы прощите от него именно этого, а он ещё не готов это дать. Потому что вы его пытаетесь, вы его идеализируете. Он заплакал. Я заплакал. Он задал, что не вывозит отношения. Объяснил это каким-то пунктами в своей голове. Говорят, что не думает, что даже для этого всего, что мне нужен другой человек. Но это неуверенность. Это неуверенность. Стыплю слёзы. Это эмоционально неустойчиво. При прямом опросе, что ли, при прямом опросе, и хочешь со мной расстаться, говорил, что не знаю, и дико плакал и дранял. То есть, опять же, вы примёте ответственность на него, а не на себя. Вот. Когда ситуация остыла, он сказал, что любит меня, не хочет оставаться. Что это было? Спрашиваете вы, да? Вот. Это было то, что человек пережил, скажем так, достаточно серьёзный, эмоциональный стресс, да? Потому что вы для него очень сильно важны. Вот. Вы ему очень сильно важны. И он, возможно, действительно боится вас, ну, потерять, да? Он действительно может чувствовать, что вы способны отношения разрушить. А он в этом неопытный. И, соответственно, если вы уйдёте, будет чувствовать себя ещё менее мужчиной. Вот. Но, опять же, ничего вам понять, что это было. Зачем? Дальше. Вы пишите, что мои подруги говорят, что он ещё ребёнок, пока не вырастет. Я начал с ним, как мама. Это, возможно, так, потому что вы пытаетесь реализоваться своё желание через него. Вам нужен именно такой человек. Но мне нравится, что он прислушивается ко мне. Подруги, конечно, говорят, что мямля, а потом меня от меня в кафе сидит рядом. Мне нравится его нежность в мою сторону. Мне не всегда хорошо. Здесь, я полагаю, да, ситуация такая, конструктивная. Расскажите, пожалуйста, как не изменить это? Что именно изменить, Оксана? Не очень понятно, что именно вы хотите изменить. Есть ли смысл во всём этом? В чём смысл? Если вы приятное отношение, то в отношениях нет смысла, и быть не может. Бывает, что Тос Сора придумал я с его стороны на пустом месте. Но бывает, что Тос Сора придумал я с его стороны на пустом месте. Не очень понятно, что вы написали. Вот пример этого пустом месте. Когда я подошёл к нему после какого-то мероприятия и сказал, что когда он ждёт твой друг, не ходит, чтобы только пожать тебе руку, он на повышенной стоне сказал, что тебе от меня надо. Я полагаю, что здесь будет внешность в личное пространство, потому что со своими друзьями молодой человек может разобраться сам. Вот почему вы это делаете, для чего вы это делаете, это уже большой вопрос. В этом случае он действительно ведёт себя самым, как его мама. Я не привыклю в случае слова, что свой адрес такой. Для меня это было число грубо, при том, что при мне он держит такие слова. Не спорю с тем, что это грубо, но, понимаете, это вмешается в личное пространство. То есть вам нужно поработать над личными границами, которые отделяли бы и вас, и молодого человека. Тогда отношения были бы более гармоничными. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...